Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы слышали Евангелие об исцелении расслабленного, и обычно, когда люди размышляют над этим текстом, или даже когда священники проповедуют, то акцент делается на самом расслабленном, который пребывал в той немощи, которая была практически несовместима с жизнедеятельностью, конечно, на самом Господе Иисусе Христе, который этого расслабленного сделал здоровым и сильным человеком. Но забывают еще об участниках этого события, без которых бы, наверное, самого события не состоялось бы. Это те, кто организовал встречу расслабленного со Спасителем, кто принес этого расслабленного к Спасителю. Но если бы не было этих добрых людей, если бы они не подняли этого расслабленного, если бы не понесли неизвестно на какое расстояние, то не было бы и самого чуда, о котором повествует Евангелие. Поэтому нужно всегда помнить, что всякое великое дело, всякое чудо совершается силой божественной благодати. Нету подлинных чудес не от Бога, все чудеса от Бога. Но Господь, Сам явившийся в теле человеческом, став Бога человеком, все, что Он делает для рода человеческого, Он делает как Бога-человек, соединяя божественное и человеческое, божественную благодать с человеческой волей, с человеческой энергией, с человеческими знаниями. Без участия человека и благодать Божия действовать не может. Вот и в этом случае не было бы этих людей, которые принесли несчастного. Не было бы и чуда. Если посмотреть на историю церкви, ну, даже можно как бы сузить этот масштаб и посмотреть только на историю нашей русской православной церкви, то это сочетание божественной воли, божественной силы, божественного чуда и человека становится так зримо и ощутимо. Ну вот, страшное нашествие татаро-монгол покорили пол Европы. Русь оказалась совсем не на краю этой завоеванной территории, а в глуби этой территории, которую Ордынский хан считал своей. Наверняка на веки своей. И не было никакой силы, которая была бы способна победить эту мощную военную человеческую силу, контролирующую огромное пространство Евразии. А что же произошло? Преподобный Сергий, смиренный и физически, наверное, не очень-то уж сильный старец, благословляет Дмитрия Донского, мужественного князя и воина, идти и дать бой этой непобедимой татаро-монгольской рати. Ну, наверное, если бы кто-то из современных аналитиков оценивал ситуацию, то сказал бы так, ну что же, благословил святой на смерть, потому что никаких шансов выиграть даже тот бой не было. Так велика и могущественна была армия оккупантов. А что происходит? А происходит то, что по молитвам слабого, немощного, но святого старца, по молитвам церкви Дмитрий Донской одерживает победу. Но поддерживает ее ведь не чудом, не ангелы спустили с неба с мечами. он одерживает ее мужеством, силой, смелостью своего воинства, за которого молился святой старец Сергий, а вместе с ним, конечно, и вся церковь. Но если продолжить это повествование, о страшное смутное время, когда народ впал в беспамятство, когда были потеряны все жизненные ориентиры, через эту потерю страна была готова признать любого сильного внешнего правителя, даже оккупанта. И всерьез говорили о том, что надо Сигизмунда, польского короля, привлечь на русский престол, и ведь значительная часть тогда русской аристократии и склонялась к этому варианту решения проблемы. Но стоят поляки в Москве, но захватили столицу, а может это и неплохо, ведь они западный просвещенный народ. Что уж нам тут так сопротивляться? Давайте пригласим Сигизмунда на царство или его сына Владислава, и будут они править Русью, и будем жить в мире с Европой и в безопасности. И может быть так бы и произошло, но был патриарх Гермоген, святой человек, который молился, чтобы Господь избавил от иноплеменного гнета русскую церковь и русский народ. И молитвой этого человека, помноженного, конечно, на молитву многих других, Господь избавил нашу страну не просто от оккупации внешней, а от того, чтобы в этой, в истории нашего народа не произошел роковой разворот и, несомненно, имевший бы огромное и страшное для народа нашего, для его культуры, для его самосознания цивилизационное изменение. исторического развития. Но можно и продолжить дальше этот перечень. Произошло страшное событие на Руси. Революция, которая смела или пыталась смести всю духовную жизнь народа. И гимн-то звучал как «все разрушить, а потом что потом? Новый мир построить». Это как? А на каком фундаменте? А можно здание построить без фундамента? Снести можно, а вот построить здание, построить без фундамента невозможно, но ведь взбудоражили тогда лжеучителя, народ наш, этой идеей, что до основания все разрушим, а потом построим новый мир. культур. И Бог его знает, что бы произошло. Потому что ведь в первую очередь удар наносился по русской церкви. Она хранительница веры национального самосознания. Она в основе русской культуры и ее история в сердце истории русского народа. И тогда патриарх Тихон при поддержке своего духовенства и народа Божьего тоже делает выбор в пользу сохранения церкви, благочестия. Его заключают в темницу, но он не отступает от своей линии. И хотя ему нужно было находить слова, которые бы помешали опуститься руки с поднятым над церковью мечом, эти слова никогда не расходились с его совестью и с совестью народа его православного и благочестивого. Вот таким образом мы видим, как актуализируется та самая история с парализованным человеком, которого принесли к спасителю люди. Вот и во всех этих исторических моментах, на которых я сегодня остановился, несомненно присутствовала благодать Божия, но ведь и конкретные люди присутствовали, имена которых мы вспомнили. вот и сегодня, когда церковь наша переживает тяжелейший период, по крайней мере в новейшей истории, когда многие силы пытаются разорвать единое тело нашей церкви, когда мы знаем о проблемах и трудностях и страданиях людей на украинской земле, мы должны, конечно, как патриарх Тихон, как патриарх Ермоген, как преподобный Сергий, в первую очередь молиться о духовном единстве наследия святаго князя Владимира, о том, чтобы, несмотря на политические границы, которые пролегли на теле исторической Руси, чтобы народы, живущие на этой земле, всегда опознавали друг друга братьев и сестер, чтобы никогда не разрушалась система общих ценностей, чтобы никогда не подымался меч одного брата против другого. Вот эта история, которую нам сегодня предлагает евангельское чтение о том, как люди принесли к ногам Спасителя расслабленного и о том, как Господь этого расслабленного исцелил, не помогает ли нам сегодня понять, что Церковь русская, которая и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и еще во многих странах одна единая, вышедшая из Киевской купели крещения, не является ли она теми, кто принес ко Спасителю расслабленное тело? Ведь кто-то должен молиться о едином народе нашем, которого желают сделать расслабленным. Ведь кто-то должен отстаивать Божью правду о том, что мы действительно один народ, вышедший из Киевской купели крещения. И знаю, как сейчас закричат там на Украине противники этого народа. Опять патриарх говорит о том, что единый народ, а патриарх иначе и говорить не может, потому что это есть историческая и Божья правда. И то, что мы сегодня живем в разных странах, не меняет этой исторической правды и изменить не может. Мы знаем, что и другие народы, в том числе и в Европе, нередко долгое время жили в разных странах, но никогда не теряли своего общего национального самосознания, а применительно к нашему народу, скажу, и единой православной веры. и да поможет нам Господь как расслабленным обрести силу. И пусть все те, которые уподавляются неизвестным людям, принесшим расслабленного к ногам Спасителя, все те, кто сегодня готов работать за сохранение духовного единства наших народов, за сохранение единства нашей Церкви, не колеблются в правоте избранного пути, как наверняка не колебались те, кто принес расслабленного к ногам Спасителя. Пусть Господь хранит землю русскую, народы, которые сегодня населяют эту землю, особенно народ, живущий в России, в Украине, Беларуси, потому что всех нас, представителей этих трех народов, связывает еще единая славянская культура и практически единая история. И дай нам Бог никогда не забывать об этих наших общих корнях, дай нам Бог всегда молиться друг за друга. И самая, может быть, главная молитва должна быть в том, чтобы дьявол не попустил того страшного момента, когда брат поднимет руку на брата. А потому мы все должны молиться за мир, за благостояние святых Божиих церквей и за наш единый народ. Который сегодня живет в разных странах, но который вышел из единой киевской купели крещения, который соединен общностью веры и общностью исторической судьбы. Молитвами святых угодников Божиих Киево-Печерских, начиная конечно с князя Владимира, который стоит в начале всего сонма русских святых, вместе с Борисом и Глебом, вместе с княгиней Ольгой и все святые, которые включены в эту дивную единую традицию русского православия и которые из этой православной традиции и вознеслись к небу как прославленные угодники Божьи, чтобы их молитвами Господь хранил в духовном единстве народ наш и Церковь нашу, великую хранительницу духовной культуры и духовной традиции и, конечно, веры православной, которая и сформировала единый народ единой Святой Руси. Всех вас сердечно поздравляю с праздником! Звучит